Hello, hello! Привет, друзья! Вы смотрите канал K-English. С вами Елена Викторовна Вагнистая, ваш учитель английского языка. Приветствую вас в данном плейлисте 150 английских фраз для разговора. И здесь мы с вами изучаем фразочки, которые вам могут пригодиться во время английского разговора. Вы их можете услышать. Очень большой, кстати, шанс, что вы их услышите в речи, в диалогах простых людей, в фильмах, в сериалах, в песнях, где угодно. Это те фразы, которые используются, которые являются, в общем-то, чем-то сродни крылатым выражениям. И сегодня в 91-м уроке у нас фраза I can't thank you enough. Не могу, достаточно тебя поблагодарить, если переводить дословно. Но смысл, как мы понимаем, немножечко другой. Давайте его сегодня изучим, посмотрим примеры, послушаем, как всё это произнесёт для нас наш диктор-американец. Словом, поехали! Итак, эта фраза, ну, это, в общем, фраза вежливости, она имеет в русском языке аналог «не знаю, как вас поблагодарить». То есть, когда вы очень благодарны и вот уже прям не знаете, как ещё вы можете поблагодарить. I can't thank you enough. So, it means you're very, very grateful or very thankful, right? This is commonly used when you feel that simply saying thank you is not enough. If someone did something very special for you, then you're expressing that no words can repay what they did. So, this phrase is used to convey this message. Давайте переведём. Это очень популярный способ, когда вы чувствуете, что просто сказать спасибо этого недостаточно. То есть, хочется ещё что-то сделать. Если кто-то для вас сделал что-то прям совсем-совсем special, что-то особенное. И вы, в общем, чувствуете, что слов мало, вы хотите показать, что словами не выразите весь ваш, в общем, восторг, и вы не можете отплатить you can't repay, yes? Вы не можете словами как бы отплатить благодарность, да, как можно так сказать. И поэтому, в общем, фраза транслирует вот эту вот мысль, этот message. Давайте посмотрим практику. Я не знаю, как вас поблагодарить за то, что вы для меня сделали. То есть, что-то для вас кто-то сделал, ну, такой прям вау, да? И вот если вы хотите поблагодарить его, прям вот выразить экстренную благодарность. You can say I can't thank you enough for that. Or I can't thank you enough for all that you have done for me. Обратите внимание, здесь у нас фраза сложная. Она не должна звучать как I can't thank you enough. Ну, так как бы быть не должно. Слово thank не должно, вот это so, выпадать. I can't thank you. Потренируйтесь. Слово enough. В принципе, простое для произношения, но вот эти две буквы GH, которые читаются как фу, они немножечко нас как бы удивляют, но обратите внимание на них. Thanks for everything. I can't thank you enough. Спасибо. Даже не знаю, как ещё вас отблагодарить. То есть, очень хорошая, вежливая фраза, которая показывает вашему собеседнику, что вы очень благодарны. Её, естественно, нужно произносить искренне, да? С каким-то таким вот, я не знаю, лучиком добра вылетающим из вашего сердца. You were a big help today watching the kids. I can't thank you enough. Вы очень сегодня помогли, потому что посидели с детьми. Даже не знаю, как вас отблагодарить, но очень часто родители сталкиваются, я как родитель также сталкиваюсь с ситуацией, не с кем оставить детей. Надо срочно уехать, а оставить не с кем. И вот если кто-то сжалится надо мной и согласится посидеть с людьми, с людьми, с детьми, да, чтобы они себя не поубивали, то, конечно, I'm very, very grateful. I can't thank you enough to these people. Так. Вы очень помогли. You were a big help. Дословно, вы были большой помощью. You were a big help. You are a big help. Обратите внимание, тоже хорошее выражение. Ну, в принципе, видим, что I can't thank you enough, как правило, используется само по себе, либо с продолжением. I can't thank you enough for something. Да. Давайте посмотрим теперь мини-диалог, совсем мини-две фразы. So, how's your car running since I worked on it? It is running great. I can't thank you enough. You were such a big help. Ну что, как там ездит твоя машина с тех пор, как я над ней поработал? Ой, всё отлично. Я не знаю, как тебя отблагодарить. Ты очень помог. Опять же, you were such a big help. Such a help. Уже видим эту фразу несколько раз, да? Ну и car running, то есть как бы машина работает. Вообще run, если мы используем значение устройства, то это работать, а не бегать. Обратите внимание. Мы можем переводить, как машина ездит, да? Work on something – поработать над чем-то. I can't thank you enough. Снова используется сама по себе эта фраза. Что, в принципе, мне кажется, никаких трудностей с ней, в общем-то, нет. Как ещё можно выразить благодарность? Ну, помимо стандартного thank you, чтобы его усилить, естественно, мы говорим thank you very much. Thank you very much. Огромное спасибо. Обращай внимание. Кто ещё до сих пор не знает, мы не говорим по-английски very thank you. Так нельзя говорить в английском языке. Мы говорим thank you very much. Обратите внимание, что это очень. Оно трансформируется в два слова, которые идут после thank you. Ещё одна фраза. I really appreciate all that you have done. Я очень ценю то, что вы сделали. Ну, фраза. I appreciate, I really appreciated. Знаем, уже её встречали. Это, скажем так, универсальная, более такая официальная фраза. Я ценю там что-то там. То есть, опять же, хотите, если показать благодарность, вы можете передать её не только словом thank you. I really appreciate it. Хорошие тоже обе фразы. Я вам рекомендую их взять на вооружение. Ну, собственно говоря, друзья мои, мы подошли с вами к концу. Урок короткий. Давайте поработаем теперь с вами над практикой. Что нужно сделать. Сейчас я ещё раз прочитала для вас эти фразы. Ваша задача – повторить их за мной. Старайтесь, кстати, на слух воспринимать информацию. Не глядите в текст. Особенно, когда будете повторять за мной. Старайтесь в текст не глядеть. Это тренирует ваше понимание на слух. Ну что ж, поехали. I can't thank you enough for all that you have done for me. Thanks for everything. I can't thank you enough. You were a big help today, watching the kids. I can't thank you enough. So, how is your car running since I worked on it? It is running great. I can't thank you enough. You were such a big help. I really appreciate all that you have done. Thank you very much. Теперь, друзья мои, если вам мой урок понравился, вы знаете, как об этом сказать. Вы знаете, что написать в комментариях к данному материалу. И последнее, дорогие друзья, для практики. Ещё помимо того, что в самом конце вы послушаете нашего диктора здесь, на данном слайде, вы увидите перевод всех фраз на русский язык. Ваша задача вернуть их в оригинальный вид, перевести их на английский, свериться с предыдущим слайдом, убедиться, что всё сошлось, что всё хорошо. Это практика. Вы меня просите больше практики. Вот она, ваша практика. И запомните, практика – это не только то, что вы видите в видеоуроках. Не только моих, но и других моих учителей, моих коллег. Так, практика – это на самом деле то, что вы делаете. Смотреть можно сколько хочешь. Можно хоть целый день, сутки напролёт смотреть все эти английские видеоуроки. Но только то, что вы непосредственно делаете, используя полученные знания, то и есть ваша практика. Потому что вы учитесь, собственно говоря, вы учитесь на практике. Да, а когда вы просто просматриваете, это всё теория. Поэтому, друзья мои, я вас призываю, смотрите, пожалуйста, не только уроки, но и обязательно делайте к ним задания. И, пожалуй, на этом я свой посыл заканчиваю. Благодарю вас. Thank you very much. Благодарю вас за то, что вы просмотрели данный урок. С вами была Елена Викторовна Вагниста, ваш учитель английского языка канала OK English. И слушаем наших дикторов. До скорой встречи. Bye. It is running great. I can't thank you enough. You were such a big help. I really appreciate all that you have done. Thank you very much.